я приветствую вас друзья это снова канал веселый инженер меня зовут андрей и в этом выпуске мы поговорим про солнечную шестерню как и называют еще бортовая шестерня планетарная шестерня потому что она входит состав планетарного редуктора вот это шестерен как вы видите вот она такая вот кругленькая да так вообще давайте коротенько какая функция данной шестеренки естественно находится состав планетарного редуктора и по ней катаются вот эти вот три шестерен очки да они приводятся в движение этой шестерни то есть она вращается в этом направлении то это 6 не вращается сюда это 6 на соответственно вращается сюда и это 6 естественно вращается сюда все они обкатываются по кругу вот по данной шестерне которая так называемая бортовая шестерна да то есть вращаются вращаются то есть происходит вращение не только вокруг своей оси но и вокруг нашей солнечной или бортовой так называемой шестерни собственно говоря мы сегодня и рассмотрим тонкости изготовления данной шестеренки в этом видео давайте перейдем и так вот как она выглядит шестерна я специально взял не чертеж а взял фото данной детали потому что на фото более можно описать какие-то моменты и это наиболее наглядно потому что чертежи не всегда понятны и вообще сложно найти какой-то чертеж который будет понятен всей так сказать аудитории которая смотрит мой youtube канал видите что у нас здесь здесь у нас есть вот такая видите вы . а вот она идет по всему кругу всему диаметру шестеренки то есть это вы . проходит для чего это вы . наша шестерня когда входит зацепление она должна быть неподвижна чтобы внутри все вот эти сателлитики до которые мы сейчас рассматривали они внутри вращались а сама шестерня оставалась неподвижной то есть она должна служить как корпусная деталь для обката шестеренок по ней она так называемая ведомая шестерня всегда называется во всех принципе узлах какие тонкости в принципе изготовления как вы видите здесь сама по себе шестерня тонкостенная поэтому первое что у вас первое что у вас возникнет какая проблема при изготовлении на токарной обработки когда у вас будут вот кулачки к примеру вы будете на зажим брать да вот у вас будет один кулачок да там рой 3 да то есть это будет три кулачка 3 кулачковый патрон естественно он будет сжимать деталь да пусть это будет гидравлика к примеру или пневматика неважно деталь будет сжиматься вы будете протачивать все поверхности вокруг допустим будете делать снаружи предварительно протачивать до кулачков до внутри плянку все делать то есть вытачивать торис проходится этот и так далее и при разжиме когда вы кулачки начнете разжимать детали естественно поведет ее идеальный цилиндр которые мы имеем сейчас до видим он поплывет потому что в этих точках где прилагалось усилия не разжимая деталь у вас будет один размер когда вы разожмете у вас уйдет естественно размер уйдет не сильно это не миллиметры но это десятые доли миллиметра какие-то случаях сотые зависимости от вот этой толщины да то есть насколько у вас толстая деталь чем она толще тем меньше будет соответственно погрешность как избежать этой погрешности можно использовать кулачки с большим охватом то есть есть такие кулачки да вы можете их изготовить самостоятельно то здесь вот будет допустим да сам ползун а вот это будет сам кулачок то есть раз после второй кулачок будет идти вот так охватать 3 кулачок так вы увеличиваете площадь охвата и уже деформация происходит более равномерно конечно все равно избежать окончательно до деформации практически невозможно но минимизировать ее вполне реально применением специальных кулачков вытащили деталь дальше чем вам придет придется столкнуться такой зубчатый венец получить можно двумя способами это основные способы которые в принципе применяются машиностроение это зубодолбление и протягивание протягивание способ достаточно редко используется да к примеру на крупных предприятиях естественно используют протягивание он очень производительно обеспечит хорошее качество и позволяет избежать излишних деформаций с долблением понятно что у вас здесь будет идти долбяк до долбяк он будет поступательные возвратно поступательные движения совершать и долбить 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 деталь будет вращаться она будет зажата дадут какие-то прихваты буду стоять со всех сторон обычно 3 может быть 4 прихвата тут обязательно чтобы зафиксировать деталь и сама деталь будет стоять в таком каком-то приспособление приспособление которое обеспечит ее чтобы она вот в этих направлениях никуда не девалась то есть стояла так сказать в центре оси станка чтобы можно было получить параметр который в принципе здесь является определяющим это радиальное биение зубчатого венца если у вас приспособление выставлено хорошо то есть которого то хватывает деталь до вокруг куда она ставится то в принципе радиальное биение зубчатого венца у вас должно получиться нормально опять же обращаю ваше внимание что если у вас деталь тонкостенная то в процессе зубодолбления за счет давления долбика при обработке детали на стенке на ее стенке будет также происходить деформация значительных отклонений конечно из опыта вам скажу не наблюдается сильно но если у вас сильно завышенный режим резан небольшие припуски и деталь делается к примеру за 1 а может быть за два прохода то могут быть определенные вот так если измерять потом на машине будут такие небольшие искажения да то есть это будет все там в сотых десятых долях миллиметра но деталь будет постоянно играть избежать этого можно следующими способами то есть необходимо провести хорошее улучшение детали и обязательно перед зубодолбление проводить нормализацию то есть нормализацию в некоторых даже современных странах делают типа старение искусственного детали чтобы снять все внутренние напряжения потому что как показывает практика я вам скажу с работы до детали если даже вы сделали она полежит грубо говоря сутки двое и ее параметры изменяются это конечно все в сотых долях миллиметра но все-таки это есть вторая проблема с которой стоит столкнуться вам это направление зубчатого венца то есть линия зуба у вас идет до естественно есть параметр направления зубчатого венца выдержать его достаточно просто если многие считают что это сложно то я вас как бы обрадую да и огорчу скептиков это очень просто для этого нужно перед тем как делать зубодолбление либо зубопротягивания это неважно начнем с детали необходимо вот эти торцы то есть давайте посмотрим вот отсюда на нашу деталь до сбоку вот наша деталь и вот эти вот два торца давайте другим цветом вот эти вот два торца надо отшлифовать на плоско шлифовальном станке сначала как чисто шлифуете один торец потом как чисто шлифуете второй соответственно вы добиваетесь оптимальной параллельности поверхностей то есть она стремится к нулю да это параллельность то есть вы за параллель или два торца и когда у вас происходит происходит зажим детали естественно один торец у вас стоит в приспособлении вот ваше идет смотрите приспособление так давайте затарку зеленым вот ваша стоит деталька так и сверху и прихватывают зажимы и фиксирует так нажимает получается момент такой что зажимы когда фиксирует деталь это очень ровная поверхность потому что вы отшлифовали и она параллельно с это естественно биение вашего приспособления до вот этого торцевое биение но тоже должно быть максимально точно это да а с направлением линии зуба проблем никаких не будет в принципе это основные моменты которые нужно учесть при изготовлении такой шестерни но и скажу вам еще один вариант такие шестерни естественно вы изготавливаете и потом по вы должны подвергать термической обработки к сожалению эта деталь если она проходит какую-то жесткую термическую обработку допустим какой бытовой че то параметры все которые вы получили вы можете умножать на 3 а может быть и больше в зависимости опять же говорю от толщины вашей шестерни от высоты вашей шестерни и так далее но на 3 можете умножать есть конечно более точные термические процессы которые практически не делают помодки по зубчатому венцу и по самой геометрии 6 или но не более дорогостоящая а вообще данные шестеренки я не считаю что она должна быть супер точно если остались вопросы пиши в комментариях нужна консультация все ссылки в описании переходи пиши будем общаться и решать вопросы всем хорошего настроения всем пока пока